Что может себе позволить, иной раз ИС-4 не может позволить ни один танк в игре. Все записали информацию. Я вот про то же самое и говорю, блять, это же факт, ну, это, это факт. Я просто на четверке накатал этих пару стримов, блин, и я, хе, я понимаю, о чём я говорю, блин. Суки, блять, скинули с двоём. Гонус, он тебя дальше. Ну, как можно говорить о четверке плохо, я вообще не представляю. От четверки, ну, вот от четверки реально может гореть тот чел, который на ней не танкует. Когда ты на этом танке не танкуешь, ИС-4 превращается в кусок говна. Ну, это ведь факт, правильно? Ну, правильно. Потому что ты самый жёсткий его буст, блять, все нивелируешь, потому что ты не можешь на нём танковать, всё. Так. Если вот, вот, условно мы говорим про ИС-4, вот мы возьмём тяжей, да, тяжей, вот именно тяжей. Хорошо, давай тяжей, конкурентов, блять, ИС-4. Вот ИС-4 конкурирует 2-7-9, спокойно. Спокойно конкурирует 2-7-9. Это два танка конкурентов, блять. Су-4, мой 2-7-9 конкурирует ещё ВК-7201К. Но я бы ВК-шку бы поставил чуть подальше из-за её слоу-почности. Но 2-7-9 ИС-4 более универсальны. Дальше. Им конкурирует, блять, в плане нанесения урона Чип. Им конкурирует в плане нанесения урона ВАЗик. Им конкурирует в плане нанесения урона... Этот же вонючий, где он? Француз, вот этот М4-54, да? Вот эти танки конкурируют все вместе. Вот, вот они, имбы. ИС-4, 2-7-9, ВК-7201, М4-54, Чифтейн, ВЗ-55. Кто ещё, блять? Кто ещё, нахуй? Ну, кого-то ещё можно сюда, блять, засунуть. Ещё кого-то одного. Вот. А и самые живучие среди этих танков, это очевидно ИС-4. Ещё живучий... Ещё живучий нет танка. Если по живучести выставлять среди этих машин, ИС-4 топ-1 по живучести. Потом кто у нас идёт? Потом по живучести из этих танков, ну, 2-7-9 живёт. Если ты не дохлёп, и ты умеешь с ним танковать, 2-7-9 живёт. Кто из них ещё живёт? Этот француз, француз живёт только против мяса. Если ты попадаешься хотя бы на зелёного чувака, у тебя ноль шансов, блять. Он тебя разъёпёт, это все твои щёки, нахуй. Чиф, условная броня. У Чифа броня есть, но её нет. Вазик 55-ый, вообще нет брони, понятное дело. Если против тебя попадается даже красный, тебя всё равно пробьёт. То есть по броне это 2-7-9 ИС-4. Но 2-7-9 не может конкурировать с ПТшками, блять, в плане брони. А ИС-4 конкурирует даже с ПТшками в плане брони. Потому что ты этим бортом можешь развести любого чувака. С другой стороны, если ты попадаешься на четвёрке, если ты попадаешься на 2-7-9, если ты попадаешься на ВК-72-01 против статиста, против статиста вот на этих трёх танках, то больший шанс выжить у тебя будет именно на ВК-хе. Потому что на этом теле ты будешь намного лучше и эффективнее танковать, чем на четвёрке. Потому что статист будет ловить каждый твой угол. Он будет ловить или щеку, или ловить мехводку, или ловить твой борт, или ловить ещё какую-то хуйню. Поэтому я считаю, что самое сильное в 1 на 1 в рандоме это ВК-ха будет, это точно. Но для пивных бочек и в общем для рандома ИС-4 сильнее, чем ВК-ха даже, в плане танкования. Ну мне так кажется. Может быть, да. Ну я думаю, да, как-то так оно должно быть. Ну я думаю, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...